Она оглушает. Она мощная. Она в лесу заправляет. Бензопила совершила настоящую революцию в лесозаготовительной промышленности, заменив смертельные мышцы механическим оборотом. Она существенно облегчила работу, и по сей день она — залог оглушительного успеха. Бензопила может повалить любое дерево, а потом его распилить. Эти инструменты начинаются с пластмассового корпуса. Для придания ему прочности и для закрепления к нему других деталей туда устанавливаются три алюминиевые вставки. Робот переносит их по одной в литьевую машину. Он кладет вставки в передней части этой машины. Затем машина выстреливает расплавленный пластик в форму, чтобы сделать кожух для мотора бензопилы. Во время литья металлические вставки и корпус соединяются в одно целое. За несколько секунд эти пластиковые пульки превращаются в кожух мотора бензопилы. Робот переносит все кожухи к автоматическим режущим станкам, которые удаляют все излишки пластика. Отходы идут в стоящую внизу корзину. Для охлаждения робот помещает каждый кожух в специальный фиксатор на 10 минут. И переносит эту деталь на следующий участок. Вот еще одна пластиковая деталь. Бензопак. Аппарат ультразвуковой сварки, используя высокочастотную вибрацию, расплавляет и приваривает его к кожуху мотора. Теперь переходят к мотору и устанавливают пружинную систему для пускового тросика. И помещают двухфазовый мотор в пластмассовый корпус. Потом устанавливается свеча зажигания. Смазывается коленвал и ставится автоматическая маслосистема для цепи пилы. Подсоединяется карбюратор. А также система стартера с тросиковой ручкой. В это отверстие ставится воздушный фильтр. Затем в адгезив погружаются резьбовые шпильки для пильной шины. И привинчиваются к вставкам, соединенным с пластмассовым корпусом. Прикрепляется задняя ручка. И триггер с предохранительным устройством. После этого привинчивается передняя ручка. К смазочной линии прикрепляется фильтр, смазывающий пильную шину. Он будет предохранять от попадания туда любой грязи. После этого на коленвале устанавливаются подшипники и муфты сцепления. Муфты — связующие звено между мотором и цепью. После их установки цепь может двигаться вокруг режущей шины. Мотор готов для прогонки на самой типичной скорости — 8000 оборотов в минуту. Отлаживается карбюратор, чтобы он смешивал нужный объем бензина и воздуха. И проверяется выхлопная система, чтобы выбросы не превышали разрешенные законом нормы. Прикрепляется стикер с торговой маркой и другой информацией. Затем устанавливается тормозная система. И, наконец, металлическая и пильная шины помещаются в защитный рукав. После установки пиленой шины оператор приобретает мощный инструмент с зубьями, которые справятся с любой работой. Это очень умный парнишка. Субтитры делал DimaTorzok